Привет всем, меня зовут Карецкий Сергей и это TheFact. Представляю вашему вниманию то, что даже Дэнни Оушену и его 11, 12 или даже 13 друзьям трудно будет взломать или даже найти. В этом видео собраны 10 самых безопасных, защищенных и труднодоступных мест на планете. Курорт Зеленый Шиповник. В лесах Западной Вирджинии США располагается уникальный курорт под названием Зеленый Шиповник. Площадь территории составляет более 2000 гектаров. Курорт предназначен для отдыха высокопоставленных политиков. Под самим объектом установлен бункер, вход в который закрывает дверь весом в 25 тонн. Помещение обустроено для проживания и обеспечено провизией. В случае ядерной войны именно в этом бункере спрячутся члены Конгресса США. Форт Нокс. Строительство одного из главных хранилищ США началось в 1933 году по приказу президента США Франклина Рузвельта. Завершены работы были в декабре 1936 года. В январе 1937 в хранилище стало поступать первое золото. Наибольшее количество драгметалла здесь находилось в годы Второй мировой войны. Помимо золотого запаса в Форт Ноксе хранятся ценнейшие исторические документы США. К примеру, во время Второй мировой войны сюда были доставлены оригиналы декларации о независимости и конституции США. Вход в здание охраняется дверью весом в 22 тонны. По периметру строения огорожено металлической сеткой и охраняется полицией Монетного двора США. Также здание защищено вооруженной охраной видеокамеры, находящимися поблизости военными частями, которые имеют в своем распоряжении около 30 тысяч солдат, вертолеты и бронетехнику. Секретное хранилище Церкви Мормонов Недалеко от американского города Солт-Лайк-Сити находится хранилище, принадлежащее Церкви Иисуса Христа в святых последних дней. Наиболее крупная ветвь мармонизма. Бункер расположен под гранитной горой на глубине около 200 метров. Он защищен даже от ядерного взрыва. Хранилище тщательно охраняется. Некоторые особо секретные экспонаты оснащены тепловыми датчиками и датчиками движения. Зона 51 В период Второй мировой войны ВВС США открыли аэропорт в 130 километрах от Лас-Вегаса. Недалеко располагается высохшее озеро Гум. На картах эта зона обозначается как Зона 51. Объект не использовали до 1955 года. Этого он понадобился для испытания новых самолетов-шпионов. Площадь базы расширили. За несколько месяцев на территории построили дома, школы, кинозалы и поля для игры в бейсбол. Для переведенных туда военнослужащих. База получила название Paradise Ranch. Все это время Зона 51 тщательно охранялась. Часть информации о ней была рассекречена летом 2013 года. До сих пор из-за повышенной секретности объекта над пространством ограничены полеты. Паркинг Bolt Line Одно из самых охраняемых мест на Земле это паркинг в Великобритании. Он расположен в графстве Дербишир и является одним из самых безопасных мест на планете благодаря уникальной системе контроля. Без специального пропуска никто не может войти или въехать на территорию паркинга. После того, как автомобиль припаркован, включается множество датчиков движения, объема и звука, которые контролируют пространство вокруг машины. При срабатывании сигнализации все входы и выходы автоматически блокируются. Бункер Pionen Бункер Pionen был разработан для правительства Швеции на случай ядерной войны. Расположен он в Стокгольме. После Холодной войны бункер переквалифицировали в дата-центр. Попасть внутрь сооружения можно лишь через единственный тоннель. Его внутренняя инфраструктура напоминает подземный город. Есть парники, зеленые зоны, аквариумы и даже система смены дня и ночи. Самый известный клиент дата-центра Pionen – Wikileaks. Секретный объект в горе Ямонтау В республике Башкортостан на территории горы Ямонтау много лет ведется строительство. Жители местности предполагают, что здесь планируют соорудить хранилище для стратегического запаса Российской Федерации. Другие считают, что на горе будет расположен бункер, который станет одним из объектов инфраструктуры системы «Мертвая рука» или «Периметр». Система «Периметр» предназначена для запуска массированного ядерного удара. Она гарантирует старт баллистических ракет подводного, воздушного и шахтного базирования в том случае, если противникам будут уничтожены все пункты, способные отдать приказ об ответной атаке. Периметр независим от остальных средств связи и командных систем, в том числе от ядерного чемоданчика системы «Казбек». Существует также третья версия, что в Ямонтау строят подземный город на тысячи человек. В случае Третьей мировой войны он откроет двери для руководства страны. На юго-восточном побережье Великобритании находится дата-центр «Хэвен Ко». Он открылся в 2000 году на территории княжества Силэнд, виртуального государства, провозглашенного в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. Владельцы «Хэвен Ко» надеялись, что расположение на суверенной территории ограничит действия британского интернет-законодательства. Однако центр прекратил свое существование в 2008 году. Библиотека Ватикана Пожалуй, самым загадочным местом в мире можно назвать огромную библиотеку Ватикане. В ней хранятся самые ценные исторические документы. Здание начало действовать в 15 веке. Считается, что в этом месте хранятся все священные знания человечества. Большая часть книг засекречена. К некоторым свиткам имеет доступ лишь Папа Римский. В библиотеке хранится более миллиона книг, свитков и различных исторических документов. Здание могут посещать лишь ученые и теологи, имея при себе лишь ручку и бумагу. Внутри посетителей сопровождают два гвардейца и священник. Протяженность архива 84 километра. База саентологов База саентологов располагается в пустыне Нью-Мексико, США. Вход в здание защищен дверьми весом в 2,5 тонны. Попасть внутрь могут только главные адепты. На поверхности над архивом выведены специальные знаки. Никто не знает, для чего они предназначены. Также до сих пор точно неизвестно, что именно находится в хранилище. На этом у меня все. Надеюсь, видео пришлось вам по душе и было познавательным. И вы наградите его лайком, канал подпиской и нажмете колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Берегите себя и своих близких. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok